Эта неделя для детей Божьих была особой неделей молитвы и духовных размышлений. И слава Богу, мы каждый день имели возможность встречаться в Левобережьем Духовном Центре. И наши собрания были наполнены благодарностью, молитвами, особенно святым размышлением. Я хотел бы спросить, кто узнал на этой молитвенной неделе нечто новое для своей души? Кто почувствовал свежесть его духовной жизни? Поднимите руку. Спасибо. Спасибо. Это было особое благословение. Я лично вместе с вами вновь пережил свежесть духовного осмысления. И я хочу сказать, что эти молитвенные дни под названием «Только по благодати» очень дороги для моего сердца, потому что в 1989 году я очень бурно пережил этот опыт. Это было как раз столетие от провозглашения этой вести на одной из наших всемирных конференций. И церковь отмечала столетие от провозглашения этой вести. И я когда читал, это также были молитвенные чтения, я настолько бурно рыдал, что эта книжечка, она была закапана слезами, и сморщились листочки от слез, от слез умиления. Я говорил, Господи, я знал, что Ты меня любишь, но я не знал, что до такой степени. И поэтому мы снова имели возможность, снова имели возможность прикоснуться к этим животворящим истинам. И очень хорошо Вы сделали, что в своем плотном графике Вы уделили этому время. И я говорил о том, что если даже мы не посвящали каким-то размышлениям, но если бы мы только собирались, чтобы помолиться, вспомнить опыты, которые мы имели в течение уходящего года, и если бы мы отметили в своем сознании действия Божьей благодати в нашей жизни, и сердце наше наполнилось благодарностью Богу, это уже было бы достаточно. Потому что мы приходим на богослужение не только для того, чтобы получить порцию каких-то новых истин. Мы приходим вновь и вновь, чтобы выразить признательность, поклонение Господу и зависимость от Него. Хочу сказать для тех, кто по каким-либо причинам не смог, не смог посетить эту молитвенную неделю. Я сожалею, очень сожалею, Вы себя очень, ну, обокрали, я бы сказал, обокрали. Потому что это Божье благословение, оно даровано народу Божьему. И это великая истина, ради которой отцы наши умирали, жизнь отдавали. Эта истина, она прошла через тяжелое сопротивление, чтобы мы могли пользоваться вот так свободно. В первом чтении Тед Вильсон, руководитель нашей Всемирной Церкви, он написал историю о Виклифе. Вы еще не забыли эту историю? Что враги после того, когда он провозглашал эту великую истину о спасении только благодатью, только благодатью, в противовес тогдашней Церкви спасения по делам, что прошло 46 лет, 46 лет прошло, и он уже был похоронен. И через 46 лет выкопали его останки и предали огню. Ужасно. Это говорит о ненависти дьявола к этой истине. Дьявол и сегодня ненавидит эту истину, потому что она лишает его силы доминировать и властвовать над человеком. Потому что если человек не знаком с этой истиной, то дьявол держит человека в страхе. Портрет Бога, который есть любовь, он искажает, извращает сознание людей. И люди смотрят на единственное лицо во Вселенной, которое отражает божественную благодать и любовь, смотрят со страхом и с ненавистью. «Сола грация» – только благодатью. Так называлось наше молитвенное чтение, и именно этому тезису мы посвящали все наши размышления. Хотя, что все, именно все фундаментальные доктрины реформации, они упоминались в течение этой недели. Хочу сказать о том, что мы усвоили и утвердились. И мы должны понимать, что мы с вами, как дети богословской протестантской мысли, мы с вами родились. Мы появились на свет 500 лет назад благодаря пониманию словосочетания. Одного слова. Одно слово, которое было понято правильно, произвело движение, произвело создание новой церкви, протестантского движения. И мы с вами являемся на вершине прогрессирующей эволюционной развитии богословской мысли реформации. Адвентистская теология находится на вершине прогресса богословской мысли. И я хочу, чтобы мы запомнили вот эти тезисы. Праведность Божья. Это было первое осмысление этой истины. Это два слова, которые положили основу рождения новой церкви. Потому что римно-католическая церковь исказила это понимание. И церковь, видите, второе предложение. Она рассматривала Божью праведность как карающую справедливость. Люди так смотрели на Бога, как на справедливого прокурора. И церковь махала пальцем своим прихожанам и говорила. Он грядет. Есть суд Божий, он ждет. Он воздаст вам по делам вашим. И так люди рассматривали Бога. И Лютер писал о том, что он верил в Бога, но он его ненавидел. Потому что портрет Господа для Лютера и для всей церкви, для всех прихожан того времени, он был искажен. Как страшный взаимодавец грядет, чтобы воздать каждому по делам его. Но Бог открыл. Бог открыл Мартину Лютеру эту великую истину. Потому что это истинно в Священном Писании. Так верили все патриархи. Так верили пророки. Так верил Давид. Так об этом проповедовал Иисус. Об этом проповедовал апостол Павел. Что праведность Божия – это ничто иное, как верность Бога своему завету. Это спасающая праведность. Декаясун и тео – так звучит в греческом языке «божья праведность». Это его спасение. Это его верность. Это его любовь к народу Божьему. Вот что значит «божья праведность». И мы об этом с вами на протяжении недели утверждались в этой истине. И, конечно же, когда мы открыли для себя такой портрет Бога, то именно такого Бога мы ждем. Я некоторые тезисы из молитвенного чтения. Евангелие – это единственное противоядие против наводнивших землю греха и скорби. Это единственный ключ, который решает проблему греха. Евангелие – это Божье, это не человеческое. Это Божье решение проблемы греха. Евангелие – это ответный удар, если хотите, так можно сказать, на грех, который возник. Это его ответная реакция на то, что произошло. Вот почему Господь доверяет Церкви Своей проповедь вечного Евангелия. Красивое предложение, которое в свое время написал Лютер. «На кресте Бог во Христе поменялся местами с человеком». Это выгодная сделка, так он написал. Это выгодная сделка. Судья занял место преступника. Это парадокс. Но это есть Евангелие. С Ним поступили так, как того заслуживали мы, чтобы с нами небо поступило так, как того заслуживал Он. Вот что значит Евангелие. Мы с вами утвердились в этом пути, в этом понимании достижения праведности. Как проклятому грешнику, который потерял всякую надежду на будущность, стать в глазах Бога праведником. Только Бог имеет прерогативу объявлять грешника праведным. Каким путем? И мы с вами узнали, что единственный путь, которым грешник может достичь праведности, только лишь через веру. Верую он может представить Богу заслуги Христа, и Господь помещает послушание своего Сына насчет грешника. Праведность Христа принимается вместо человеческой слабости. И Бог принимает, прощает, оправдывает раскаившуюся, уверовавшую душу, относясь к ней так, как если бы это был праведник. Любит ее, как возлюбил своего Сына. Именно так вера вменяется в праведность. Я бы очень хотел, чтобы каждый адвентист седьмого дня на вопрос, как приобрести спасение, мог ответить одним предложением. Мое основание спасения основано на вменяемой праведности Христа. Это единственное основание спасения. Только благодаря тому, что Он мне засчитал послушание Его Сына. Только ради того, что Он умер за меня. Вот как веруют адвентисты. Что значит верить? Верить – это значит принять то, что Иисус умер как жертва за нас. Что Он стал проклятием за нас. Взял на Себя наши грехи и вменил нам свою праведность. Поэтому мы принимаем праведность Христа. Верим в нее. Она становится нашей праведностью. Вот почему Иисус говорил, ищите же прежде Царство Божие и праведности Его. В оригинале праведности Его. А все остальное приложится вам. И мы ищем. И мы нашли эту праведность в Иисусе Христе. Вот формула нашей христианской жизни. Тех, кого Бог оправдывает, тех Он освящает. Все, два слова. Это формула. Мы оправданы и мы освящены. Перепутать местами – это самая большая ересь. Если сначала стать освященным человеком, чтобы обрести оправдание. Это коварная религия. Мы так читали в молитвенном чтении. Коварная религия. Сегодня все церкви предлагают именно этот путь. Путь. Сначала освящение, чтобы в конце получить оправдание. Что такое оправдание? Это быть объявленным каким? Невиновным. Оправдание – это быть объявленным, невиновным. Это юридическое слово, которое пришло, и Павел использует его. Это быть объявленным, невиновным. Очень интересно. Вот в этой формуле заключается вся сила для христиан. Потому что как оправдание, так и освящение – это действие чего? Его благодать. Наше освящение показывает, оправданы ли мы. Истинное освящение – это радостное исполнение ежедневных обязанностей в совершенном послушании воли Божьей. Вот что такое истинное освящение. Это не со скрипом сердца. Это не потому, что нужно. Это не потому, что долг. Это радостное исполнение тех обязанностей, которые Господь возложил на меня. Сегодня мы завершаем молитвенное чтение под названием «Уверенность в спасении». Это очень важная тема, потому что небольшой, я бы вам сказал, небольшой процент верующих имеют уверенность в спасении. Проверьте себя, задайте себе вопрос. Начинаете ли вы день с уверенностью, что Бог знает вас по имени, что вы спасены, если бы оборвалась сегодня ваша жизнь? Имеете ли вы уверенность в спасении? И на чем основана уверенность в спасении? Более того, адвентисты очень, я бы сказал, с таким опасением отвечают на этот вопрос. Но можем ли мы иметь уверенность в спасении уже сегодня? Да, безусловно, вчера мы говорили о том, что наше спасение, оно еще не завершилось. Потому что последним аккордом в нашем спасении, это будет прославление, когда сие тленное облегчется в бессмертии. И мы сегодня говорим, да, мы находимся в процессе спасения, оно еще не завершилось. Но оно принадлежит уже что? Оно мне принадлежит. Я очень бы хотел, чтобы мы утвердились вот в этой истине, в уверенности в спасении. Потому что самое страшное оружие, которое использует дьявол, это вернуть человека в духовную депрессию. Это похитить радость. Как только дьявол похищает радость от человека, то на почве уныния он сеет семена. Все семена сеет. Неверие, зависти, ропота. Все семена, они сеются на почве духовной депрессии. Пусть будет ясно и просто раскрыта истина о том, что человеческие заслуги никак не могут повлиять ни на наше положение пред Богом, ни на Божий дар нам. И если бы верой и делами кто-либо мог купить дар спасения, тогда Творец был бы в долгу утворения. Возникает опасность принять ложь за истину. Если бы человек мог заслужить спасение своими делами, он находился бы в том же положении, что и католик, исполняющий епитимию за свои грехи. Епитимия – это тогда, когда после греха нужно было сделать энное количество добрых дел, чтобы перевесил чашу, чтобы перевесилась чаша в пользу грешника. То есть уравнять, уравнять грех. И было такое понятие, что на чаше две чаши. На одной чаше наши ошибки, на другой чаше добрые дела. И вот если больше будет добрых дел, то чаша перевесится, и человек получит спасение. В таком случае спасение причитается по долгу и может быть заработано как плата. Если же человек не способен каким-либо добрыми делами заслужить спасение, тогда оно даруется исключительно по благодати человеку, который, осознавая себя грешником, принимает Иисуса и верует в Него. Оправдание веры и спасение – это исключительно безвозмездный дар. Всякое сомнение по этому поводу исчезает. Едва становится ясно, что падшему человеку никогда не обрести вечную жизнь добрыми делами. «Позвольте благодати преобразовать ваши желания и действия», – написала в свое время Весица Господня. Это созвучно тому, что апостол Павел сказал, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Это Его благодать очищает наши вкусы. Это Его благодать вызывает желание делать добро. Это Его благодать и влияние производит в нас доброе желание и доброе действие. Не темы, о которой следует говорить постоянно и более серьезно, чтобы она более прочно укоренилась в разуме людей, говорит Весница Господня. Какая-то тема, о которой нужно постоянно говорить, чем истина о том, что падший человек ничего не может заслужить своими самыми добрыми делами. Спасение дается только через веру в Иисуса Христа. На протяжении всей своей жизни Весница Господня пыталась донести эту истину до сознания людей. И когда церковь находится в духовной депрессии, умирает, это значит только потому, что в ней не звучит эта истина. Вот служители Евангелия Весница Господня говорит, но я знаю, что церкви умирают от нехватки учения о праведности через веру во Христа и родственных этому истинам. Потому что нет другой темы, которая может возродить сердце человека, как эта истина. Свет, посланный мне от Бога, ставит для меня этот вопрос превыше всех других. Оправдание совершается исключительно по благодати и не определяется никакими делами падшего человека. Мне было ясно показано, если богатый человек, имея деньги и имущество, жертвует и Господу. Это приношение может быть осквернено мыслью, будь то благодаря этому дару он заслужил Божье благоволение. И Господь обязан относиться к нему с особым расположением. Я уже говорил о том, что многие сегодня, особенно в церкви, строятся за счет людей, преступных людей, преступников. И они, и вот дьявол им дает эту мысль, и они думают искупить у Бога свои преступления. И они являются самыми мощными спонсорами. И многие храмы в городе, особенно православные храмы, они строятся благодаря именно таким людям, которые думают о том, что именно их вклад в строительство, он сможет как бы загладить их нечестность, их неверность перед Богом. Это неверная идея. В данный вопрос не было внесено достаточной ясности. Господь на время доверил человеку свои блага, средства, которые он востребует назад, когда его проведение сочтет нужным, или когда того потребуют интересы его дела. Господь наделил людей разумом. Он дал им здоровье, способность приобретать земные блага. Господь сотворил все на земле и проявляет свою божественную силу, чтобы умножать все эти богатства. Это его плоды из его владений. Это он дал нам солнце, облака, живительные струи дождя, содействующие росту растений. Как нанятые Богом слуги. Вы собирали его урожай, экономно используя его для удовлетворения своих потребностей и оставляя часть средств для возвращения Богу, когда он их потребует. Вы можете сказать вместе с Давидом, от тебя все и в руки, и от руки твоей полученное мы отдаем тебе. В результате противления и отступления человек лишился Божьего благоволения. У него не было больше прав, и он не обладал бы никакой ценностью, если бы не заслуги возлюбленного Сына Божьего. Этот вопрос следует правильно понимать. Человек лишился преимуществ, предоставленных Богом по его милости, как безвозмездный дар, как вверенное сокровище, которое необходимо было использовать для продвижения его дела, для его славы и пользы сотворенных им существ. В тот момент, когда человек творения Божьих рук отказался повиноваться законам Божьего Царства, в тот самый момент он оказался неверен Божьему правлению, став абсолютно недостойным всех благословений, которыми Господь наделил его. Человек пользовался в Идымском раю всеми благами, которые Господь дал. Невозможно было сказать, что чего-то не хватает, все было сделано совершенным. Но человек, как управитель земли, оказался неверен. Но Господь по своей милости и благодати, Он явил спасение этому человеку. Как сказал апостол Павел, посему, как преступлением одного, всем человеком осуждения, так праведностью одного, всем человеком оправдания к жизни. Каким всем человеком оправдания? Всем ли людям оправдания, которые родились в этот мир? Или верующим? Не всем. Если бы оправдание было всем, это значит, что спасение было бы по рождению, а спасение наше по вере. Необходимо уверовать в это спасение. Праведность одного, то есть Иисуса Христа, это дар Его благодати всем верующим. Я ни на секунду дольше не должен оставаться неспасенным. Он умер и воскрес для моего оправдания. Он спасет меня сейчас. Я принимаю обещанное им прощение. Ни на секунду не позволяйте, чтобы дьявол похитил эту великую истину, что вы спасены в Иисусе Христе. Каждый для себя должен сознавать. Это личный опыт. Каждый для себя должен сознавать, что мы имеем личного спасителя. И если вы уверовали, Весится Господний и говорит, если вы уверовали в то, что Он ваш личный спаситель, тогда радуйтесь. Это было ее выступление на одной из конференций, генеральной конференции. Человек не был уничтожен только потому, что Бог так возлюбил его, что отдал своего возлюбленного сына, дабы он понес наказание за преступление человека. Христу надлежало стать поручителем и заместителем, чтобы тот благодаря несравненной милости мог повторно пройти испытание, имея перед собой печальный опыт Адама и Евы, как предостережение не нарушать Божий закон. А поскольку человек наслаждается Божьими благословениями в дарах солнечного света и пищи, он должен склониться пред Богом с благодарностью, с признательностью за все, исходящее от Него. Что бы ни возвращалось к Богу, все это является лишь Его собственностью, данной человеку. И даже тогда, когда мы возвращаем десятину, или же приношение, не оскверняйте вашу десятину плохой мыслью. Знаете, какая плохая мысль, которая может осквернить святую десятину? Плохая мысль может быть такова, что это не что иное, как взятка Богу. Многие люди могут думать о том, что десятина – это взятка, которую я даю Богу, чтобы он отнесся ко мне как? С благосклонностью. На самом же деле, отделяя десятину лишь приношения, мы уже отделяем, потому что он уже первый был благ к нам, правда или нет? Потому что он уже ранее нас благословил. Потому что если бы он нас не благословил, то мы бы не имели, от чего отделить наше приношение. Поэтому наша мысль, наша мысль очень важна, когда мы отделяем святые пожертвования десятину. Мы должны понимать, что Бог был благ и милостив к нам прежде, чем мы отделили десятину. Правда или нет? Он благ не потому, что мы отделили десятину, а он был благ прежде, чем мы отделили десятину. Понятна эта мысль, да? Душа не может отдать Богу ничего, что бы не принадлежало Ему. Всегда помните, от Тебя все, от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Где бы мы ни находились, необходимо говорить людям, мы ничем не владеем и не можем предложить ничего, будь то ценности, труд, вера, что не было бы вначале получено от Бога, и на что он не положил бы в любой момент свою руку и сказал, дары, благословения, таланты, которые я доверил Тебе, все мое, они даны не для Твоего обогащения, а для мудрого использования во благо миру. Все творение принадлежит Богу. Господь мог бы, просто не обращая внимания на человека, мгновенно остановить его дыхание. И сам человек, и все, что он имеет, принадлежит Богу. Весь мир Божий, жилище человека, его личные приобретения, все ценное или выдающееся, все является собственностью Бога. Все дары Господа необходимо возвратить Ему, и это должно содействовать воспитанию человеческого сердца. На Божий алтарь могут быть положены самые богатые приношения, а люди будут восхвалять, возвышать и прославлять подателя за его щедрость. Каким образом? От Тебя все, и от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Никаким своим поступком человек не может заслужить всепрощающую любовь. Но эта любовь, наполняя душу, побудет его всегда исполнять требования Бога. И человек будет делать это с удовольствием. Он станет делать только то, чего требует от него Бог. Непавшие Божьи ангелы неуклонно исполняют Его волю во всем, что они делают, выполняя поручения, неся весть милости нашему миру, защищая, руководя, охраняя творение рук Божьих, как праведных, так и неправедных. Они могут справедливо сказать «Все Твое, полученное от руки Твоей, мы отдали Тебе». Если бы человек мог хоть иногда видеть служение ангелам, если бы воображение могло представить и проследить это великолепное, славное служение и ту борьбу, которую Божьи ангелы ведут ради людей, стремя защищать, направлять, достигать и избавлять их от сатанинских сетей. Как изменилось бы тогда наше поведение и духовный настрой? Я представляю, что ангелы с огромным удовольствием выполняют Божьи поручения. Они не стонут, когда им дано поручение возвестить какую-то благую весть. Я думаю, ангелы, которые прилетели на землю, чтобы возвестить пастухам о том, что родился Спаситель, они не говорили, «Господи, а почему я? Почему не он? А почему я к пастухам должен лететь? Если бы Ты повелел мне императору сказать, я бы пошел, но к этим пастухам я должен сказать об этой вести. Пошли, пожалуйста, другого». Я думаю, что их свидетельство, оно было окрашено эмоционально. Интонации голоса, их глаза, все говорило о том, что эта радость не только наша, но что радость о рождении Спасителя это также и чья? Это и их. Они сегодня совершают служение ради нашего спасения. Это служебные духи, так Священное Писание говорит, они посланные для того, чтобы помогать, направлять, вдохновлять, спасать. Они ополчаются вокруг боящихся детей Божьих. Они являются ополчением. И мы должны тоже воздать Господу славу за то, что мы имеем личную охрану. Разве это не славно? Разве это не приятно? И я по жизни знаю, что ты имеешь личную охрану в лице ангелов? Помните, однажды я также рассказывал этот опыт. И не раз вы читали эти опыты, где в свидетельствах многих верующих людей, в свидетельствах Елены Уайт, как ангелы Божьи выступали в качестве защитников. И я однажды встретился с группой киллеров, убийц, которые ехали на новое преступление. И я проходил через все вагоны, чтобы найти человека, который не спал, чтобы им благоветствовать. Но все спали. Это был час ночи. И только одна группа людей. И я присел около этой группы, напротив, когда я прошел конец поезда, вернулся обратно. И не было других людей. Я видел, что они выпивают, но других не было. Я сел около них. И тогда один из них встал и сказал, мы сейчас выкинем тебя из поезда, потому что ты мент, и ты следишь за нами. И мы увидели, как ты посмотрел, когда ты шел туда. И ты вернулся обратно и сел напротив, около нас. Открывай чемодан, открывай дипломат, и сейчас мы сразу поймем, кто ты. И мы тебя больше не отпустим отсюда. Ну, в конечном итоге, я вынужден был открыть дипломат, и я сказал о том, что у меня здесь очень ценная вещь, когда я открыл, там была Библия, и я стал им свидетельствовать об этом, почему Библия является для меня ценностью. И один из них это сказал, я бы сейчас выкинул его с поезда, если бы он не имел охрану. Я не знал, что ему виделось. Он снова вставал и садился, снова разъяренный кричал, и он снова садился. И несколько раз повторял для своих друзей, что если бы не было около него охраны, я бы выкинул его из поезда. И я благодарю Бога, говорю, Господи, Ты открыл ему, и он видит то, что я сам об этом не вижу. Радостно полнило сердце. И в конечном итоге, один из этих людей, он попросил пройти, пройти в тамбур, я вышел с ним, и он меня попросил, пожалуйста, продайте мне вашу Библию. И я ему подарил. И он тогда сказал, вы знаете, что это за группа? Помолитесь за меня, чтобы я мог как-то выйти. Мы вот едем на новые преступления. Я не знаю судьбу этого человека, но этот человек получил свидетельство от своего же главаря, о том, что он видел охрану, и он получил свидетельство в Священное Писание. Поэтому Вестница Господня говорит, что если бы мы время от времени понимали, что происходит вокруг нашей жизни, мы бы совершенно по-другому относились к многим вещам. Сверхъестественная сила для сверхъестественных дел. Самая большая нужда нашей Церкви. Самая большая нужда. Те вызовы, с которыми мы встречаемся, мы не можем преодолеть никакими средствами, никакой техникой, никакой научно-техническим прогрессом. Сверхъестественные дела. Они совершаются сверхъестественной силой. Нам нужно войти в это состояние, желать этого, молиться об этом, чтобы наше дело сопровождало сверхъестественная сила. Сотрудничество со Святым Духом. Это самая великая нужда нашей Церкви. чтобы наше служение сопровождалось сверхъестественными явлениями. Многим не удается быть успешными работниками, поскольку они вместо того, чтобы положиться на Бога, ведут себя так, словно Господь зависит от них. И они вправе советовать Ему, как Он должен поступать с ними. Они пренебрегают сверхъестественной силой, поэтому не способны совершать сверхъестественные дела. Скажите, мы нуждаемся в этом опыте? Это самая большая нужда. Потому что мы с вами участвуем в сверхъестественных делах. И народ Божий должен об этом молиться, чтобы он должен быть наделен силой, сверхъестественными опытами, как апостол. И сегодня во всем мире Церковь совершает это служение, но совершает только те люди, которые верят в это, что в их служении должен участвовать сверхъестественный опыт. Без сверхъестественного опыта, что бы вы ни делали, это все пустое дело. Это ничего не значит. Они пренебрегают сверхъестественной силой, поэтому не способны совершать сверхъестественные дела. Как возрождать этот опыт? Делиться опытами, углубляться в это. Молиться об этом. Желать этого. Просить этого опыта. Такие люди постоянно полагаются на собственные силы и силы других людей. Им присуща узость мышления. Они судят обо всем в соответствии со своими ограниченными представлениями. Когда кто-либо говорит о сверхъестественном опыте, как они оценивают это? Фанатизм. О чем вообще он говорит? Как можно это слушать? Почему? Узость мышления. Весица Господний говорит. Почему? Потому что они сами не пережили этого опыта. Они не знают, что такое сотрудничество со Святым Духом. Таковы не обладают силой свыше. Им необходимо пережить духовный подъем. Бог дает нам все. Тело, силу, разум, время, возможность. Все должно быть задействовано. В сочетании божественно с человеческим вы можете совершать дела бессмертные, как вечность. И если люди считают, что Господь совершил ошибку в их случае и сами придумывают себе дело, они испытывают разочарование. Благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар. Здесь отражена истина, которая откроется вашему сердцу, если вы не затворите его для лучей света. Вечная жизнь – это безграничный дар, который невозможно заработать. Его можно обрести только безвозмездно. Этот дар необходимо принять верой, вознося Богу хвалу и благодарность. И мы на неделе говорили, и хочу сказать для всей церкви, это опыт, который необходимо переживать какое-то время, чтобы он перешел из уровня сознательного на уровень подсознательный, то есть чтобы он стал привычкой. А для этого хотя бы месяц молиться утром через призму этого опыта. Господи, я благодарю Тебя за то, что с раннего утра Ты даришь мне этот дар праведности. Ты объявляешь меня праведником. И помоги мне прожить жизнь праведника сегодня. И так каждый день молитесь и благодарите Бога за этот статус. Твердая вера не сделает никого фанатиком или ленивым рабом. Лишь враждебная сила сатаны побуждает людей смотреть на себя вместо того, чтобы взирать на Иисуса. Нам следует устремлять свой взор на праведность Христа, чтобы получить в награду Его славу. Исполняя волю Бога, мы можем принимать великие благословения, как Его безвозмездный дар. И тогда все опыты вашей жизни, которые будете переживать, вы не будете относить эти опыты на силу своего интеллекта, своей воли, проницательности. За все эти опыты вы будете воздавать славу кому? Богу вы будете. Это Его деяние. Это Он решил так сделать. Это Его сверхъестественный опыт. Этот дар бесценен. Трудитесь для Христа, и вы прославите Бога, станете более чем победителем через Того, Кто возлюбил нас и отдал свою жизнь за нас, чтобы в Иисусе Христе мы обрели жизнь и спасение. Пусть Господь утвердит нас в этой великой истине, укрепит нас в уверенности в спасении в Иисуса Христа. Возвратит радость сердцу. И пусть все опыты нашей жизни, все блага, которые Господь нам дарует, все возможности, которые Он дарует, мы бы использовали для славы Его. Пусть интересы неба станут главными интересами нашей жизни. Помолимся Господу. Господи, мы хотим воздать Тебе славу, честь, поклонение за все, что Ты сделал для нас в Иисусе Христе, за то, что, Господи, Ты отдал самое дорогое, что имел. И сегодня мы собрались, чтобы вспомнить этот великий подвиг, чтобы еще раз засвидетельствовать при всей вселенной, что мы причастны к этому подвигу. Мы те люди, которые не забыли. Мы те люди, которые приняли этот бесценный дар спасения в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты не только имел право, но Ты сделал это. Ты объявил всех уверовавших в Иисуса Христа. Ты объявил их оправданными. Ты объявил их праведниками. И Ты даровал им вечное спасение. Наше сердце бьется в благодарности, Господь, за то, что опыты в нашей жизни, наполненные сверхъестественными чудесами, свидетельствуют о том, что Ты знаешь нас по имени, а мы знаем Тебя. Мы, Господи, желаем, чтобы эти опыты еще более углубились, чтобы мы вошли в такую фазу нашей духовной жизни, когда наше слово сопровождалось бы знаменями и чудесами. Мы веруем, Господи, что этот опыт станет опытом для всей Церкви, как это было в первоапостольское время. И помоги нам, Господи, вожелать этого опыта. Мы хотим быть орудием в Твоих руках для совершения Твоих благих дел, для проповеди вечного Евангелия. Мы вновь, Господи, объединяемся в этой благодарственной, признательной молитве за Твое покровительство в течение этого уходящего года. Слава Тебе! Аллилуйя! Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь! Присаживайся!